Здравствуйте! В эфире рубрика «Наша природа» и я, ведущая Наталья Тонкост. Наша цивилизация оказывает влияние на всё живое. В результате промышленной деятельности страдают водные биоресурсы, загрязняется воздух. В некоторых местах проблема приобрела уже угрожающие размеры. И сейчас надо спасать природу. Иначе и нам тоже негде и не с кем будет жить. Благодарительный фонд «Возрождение природы» реализует проекты по сохранению биоразнообразия России, занимается экопросвещением. Мы помогаем заповедным территориям сохранять и возрождать редкие виды животных. Переведя любую сумму по этому QR-коду, вы сделаете наш мир чуть-чуть лучше. Нам станет легче дышать, и всего живого, с кем мы делим нашу планету, станет больше. Изменение климата сильно влияет на ареалы обитания животных. У меня в гостях руководитель отдела адаптации к изменениям климата Института глобального климата и экологии имени Академика Израиля, кандидат географических наук Оксана Липко. Доброе утро, Оксана Николаевна. Доброе утро. Как можно сохранить дикие виды, живущие в высоких широтах? Мы не можем быстро остановить изменения климата, но мы можем снять другую антропогенную нагрузку. Тем самым мы даем возможность этому виду приспособиться. Например, какую? Не будем эту территорию дальше фрагментировать. Мы ее зарезервируем и сохраним как экологический коридор, чтобы животные могли по ней мигрировать. То есть создадим заповедник, национальный парк, заказник. Наши коллеги в Казахстане, они учредили у себя новую категорию особо охраняемую – экологический коридор. Как раз для обеспечения вот этих вот миграций в связи с изменениями климата с юга на север, чтобы животные могли перейти в более благоприятные для них условия – мигрировать. А у нас планируется ввести такое понятие? Была концепция экологической связности особо охраняемых природных территорий. Не обязательно все превращая в заповедники. Там могут быть заказники, там могут быть просто территории, на которых снижена антропогенная нагрузка, но, например, защитные леса. По ним тоже животные могут благополучно мигрировать. Очевидно, что у волков эти приспособительные возможности будут выше, чем у полярных медведей. Действительно, у волка ареал гораздо шире. Фактически их можно обнаружить от наших тундр до степей. Они поднимаются высоко в горы, и почти на все территории нашей страны они водятся. Белый медведь приурочен к побережью Северного Ледовитого океана, к островам, к северным тундрам. Для таких видов имеет в любом случае смысл найти климатическое убежище, где климат будет оставаться примерно таким же, как он был и 50 лет назад. На остальных территориях важен мониторинг. Необходимо смотреть, как себя ведет белый медведь, как он пытается приспосабливаться. Там, где мы понимаем, что мы этот вид в дикой природе уже не можем сохранить, у нас есть возможность его переселить. Либо переселить в климатическое убежище, либо сохранить в зоопарках. Сейчас, в связи с изменениями климата, такая потребность в создании и климатических убежищ, и генетических резерватов возникает для многих видов, особенно если у них изначально очень маленький, очень узкий ареал. Существуют ли какие-то карты с прогнозом изменений климата хотя бы на 30 лет и развития популяции диких краснокнижных животных? Да, существуют. Причем они даже находятся в открытом доступе у нас на сайте климатического центра Росгидромета. Что касается изменения ареала, очень важно решить эту задачу для редких видов. Здесь у нас есть очень важный подспорь. Это летописи природы, заповедников и национальных парков. Там десятками лет ученые собирали информацию и о изменениях природной среды, и о том, как реагируют на эту популяцию видов. Какое содействие в борьбе с изменением климата могут оказать благотворительные фонды? Здесь в первую очередь пропаганда. Все-таки снизить углеродный след каждого человека индивидуально на Земле – это немало. Но вы очень многое можете сделать и с точки зрения адаптации к изменениям климата, поддержать те же особо охраняемые природные территории, обосновать новые особо охраняемые территории, там, где они необходимы, например, для обеспечения миграции видов. В сохранении видов мы можем очень сильно опираться на заповедную науку и на накопленные ими данные, в том числе вот в летописях природы. Спасибо. Благотворительный фонд «Возрождение природы» ведет проекты по сохранению дикого северного оленя, русской выхухоли, соколообразных, белого медведя, лошади приживайского, зубра европейского, амурского тигра, снежного барса, дальневосточного и преднеазиатского леопарда, белого журавля, двух видов китов и других животных. Какому животному хотели бы помочь вы? Присоединяйтесь к нашим проектам. А я с вами прощаюсь. Увидимся в утренней программе «Настроение». Берегите природу!